И снова здравствуйте! Сегодня я преремонстрирую вам электронный резистор. Электронный резистор собрать очень-очень просто. Здесь всего лишь две детали. И работает он от 7 вольт до 28 вольт. Вход может абсолютно варьироваться от 7 вольт самого меньшего и до большего 28 вольт. Выход будет всегда фиксированный. То есть, насколько вы его настроите, настолько он и будет. В данный момент он у меня здесь настроен на 3 вольта. Работает как одна лампочка, так и можно поставить три последовательно соединённых светодиода. Сейчас у меня ультрафиолетовые три штуки светодиода. Работают они довольно-таки неплохо. Потребляемость очень маленькая. Работает вся эта конструкция 12 вольтового аккумулятора. Теперь подключим белый светодиод. Один. Вот работает он таким образом. Вот она схемочка. Всё очень просто. Потребление 5 мА. Сейчас мы подключим три лампочки и посмотрим потребление. Потребление останется неизменным. Что с одним светодиодом, что с тремя светодиодами. Вот показываю со стороны, что здесь нет ничего такого сверхъестественного. Вот и покажу вам на мультиметре. Снова 5 мА. Ничего не изменилось. Один светодиод или три светодиода. Замечательно работает. Теперь покажу вторую схемку с регулируемым резистором. Резистор здесь на 10 кОм регулируемый. Схема также работает от 7 до 27 Вольт. Неизменно. Сейчас поставлен резистор на минимум. Поэтому свечение светодиода очень-очень низкое. Но фишка этой схемы с регулируемым резистором тем, что вы можете изменять яркость нагрузки. То есть лампочки, моторчика или других устройств. А на входе у вас напряжение может меняться. Самое главное, что оно не меняется на выходе. Сколько вы установили, столько оно и будет. Вот в минимальном потреблении 0,7 мА. Щупы у нас стоят правильно. Рычажок на мА. А сейчас вот этот светодиод на низком потреблении. И покрутим резистор. Мне сейчас держать видеокамеру и крутить одновременно резистор довольно-таки неудобно. Поэтому я сейчас исхитрюсь и попытаюсь одной рукой повернуть резистор. И вот, вращая ручку резистора, светодиод загорелся ярче. После увеличения свечения мы сейчас взглянем на мультиметр и посмотрим, что значения значительно выросли до 19 мА. Теперь подключим три светодиода и посмотрим значения потребления на мультиметре. На мультиметре сейчас точно такое же количество мА, оно даже не изменилось. Хотя светодиоды стоят последовательно. Итак, мы видим ту же самую цифру 19 мА. Теперь вращаем ручку резистора и уменьшаем свечение. Уменьшаем до тех пор, пока есть запас хода резистора. Вот они сейчас очень и очень тусклые. И посмотрим значение потребления. 0,49 мА. Теперь поставим белый светодиод и посмотрим, существуют ли изменения на разных светодиодах. Изменений абсолютно нет на высокой яркости, насколько можно. И на самом низком свечении этого светодиода мы видим 0,7 мА. Сейчас я зафиксировал телефон для того, чтобы посмотреть, как плавно можно добавлять и убавлять яркость свечения. Довольно-таки плавно. И ещё раз напоследок показываю вам две схемочки с регулируемым резистором и без регулируемого резистора. Кому как больше нравится. Не забывайте ставить пальцы вверх. Видео будет выходить гораздо чаще с вашей финансовой поддержкой.